Авэкодер. Это история Git. Самые популярные распределённые системы контроля версии, придуманные Линусом Торвальдсом и используемые как мелкими разработчиками-одиночками, так и многомиллиардными интернациональными гигантами вроде Гугла или Майкрософта. Если мне пришлось бы описать, что такое Git несколькими словами, то я сказал бы, что это система контроля версий, то есть система, записывающая изменения файла или целого набора файлов в течение времени и позволяющая позже вернуться к их определённой версии. Что-то вроде чекпоинтов, несгораемых сумм или сохранений в компьютерных играх. Знание Гита является буквально базовым и порой даже не указывается в списке требований на вакансию разработчика. Также GitHub, о котором мы в этом выпуске тоже поговорим, является не только инструментом индивидуальной и командной разработки, но и хранилищем портфолио разработчика, то есть набора проектов, которые можно продемонстрировать представителю потенциального работодателя. Итак, с чего всё началось? Давным-давно в далёкой-далёкой галактике программисты носили шкуры, сидели в своих пещерах и вынуждены были копировать файлы в отдельную директорию, чтобы хранить важные этапы разработки. Особо умные даже писали время в названии файла, чтобы сохранить хронологию изменений. С развитием интернета и необходимости работать с другими людьми, на сцену вышли централизованные системы контроля версий, такие как CVS, Subversion и Perforce. Они использовали сервер, на котором хранились все версии файлов и некоторое количество клиентов, которые получали файлы из этого централизованного хранилища, как правило, представлявшие из себя базу данных. Как несложно догадаться, у такой системы был весьма очевидный минус. Если сервер или жёсткий диск, содержащий базу, отправлялся в страну вечной охоты, он забирал с собой весь проект, и это было немножко больно. И вот, когда разработчикам надоело вырывать у себя волосы на голове, и не только, явилось чудо. Распределённые системы контроля версий, такие как Git, Mercurial, Bazaar и Darks. Теперь можно не просто скачивать снимок состояния всех файлов на какой-то определённый момент времени, так называемый snapshot, а копировать весь репозиторий. И если даже один из серверов, через который разработчики обмениваются данными, столкнётся с айсбергом, любой клиентский репозиторий может быть скопирован на другой сервер, и работа продолжится как ни в чём не бывало, ведь каждая копия репозитория является полным бэкапом всех проектных данных. Более того, распределённые системы контроля версий позволяют одновременно взаимодействовать с несколькими удалёнными репозиториями и командами разработчиков, что позволяет применять различные подходы единовременно в рамках одного проекта. К примеру, если ты, мой друг, веб-дизайнер и работаешь над своим гениальным проектом в команде других чудо-разрабов, то тут система контроля версий – это как раз то, о чём ты пожалеешь, что не использовал, когда что-то пойдёт не так. Если же ты был достаточно мудрым и использовал онную в своём проекте, то тебя ждут поистине джедайские возможности управления временем, пространством и нервами. Система позволит вернуть всё или только выбранные файлы к состоянию до того, как кто-то подумал, что Comic Sans – это отличный выбор шрифта для всего проекта. При помощи легко запоминающихся команд ты сможешь увидеть все изменения, когда-либо произошедшие в проекте, кто это сделал, кто поставил перед ним задачу это сделать и прочее. Ну и как вишенка на торте, если кто-то так и умудрился всё сломать, а что не сломал, то потерял – хорошие новости, всё это исправимо и обратимо. Но почему же именно гид сел на железный трон и сидит там до сих пор, являясь самой популярной системой контроля версий в мире? В уже далёком 2005 году, после серии кровопролитных битв между сообществом разработчиков ядра Linux и коммерческой компанией, которая разрабатывала систему контроля версий BitKeeper и сделавшую эту систему внезапно платной, любители опенсорса под предвоительством короля пингвинов Линуса Торвальдса запилили свою собственную простую в использовании систему с поддержкой нелинейной разработки и полностью распределённой, разумеется. Забавно, но гид никак не связан с гитарами, кто бы мог подумать. Само слово «гид» на британском сленге означает «мерзавец», что, возможно, на кого-то намекает. Конечно, официальная версия говорит, что «гид» – это акроним, который расшифровывается как «Global Information Tracker», то бишь «Глобальный трекер данных». Но в одном интервью Торвальдс признался, что это скорее так называемый «бэкроним», то есть что-то выдуманное постфактум. Основное отличие «гита» от любой другой системы контроля версии – это подход к работе со своими данными. Большинство систем хранят информацию по большому счёту в виде набора файлов и изменений, произошедших в каждом файле в течение некоторого промежутка времени. Но подход «гит» больше напоминает работу с набором снимков миниатюрной файловой системы, где все данные представлены как некий поток снапшотов. Каждый раз, когда пользователь коммитит какой-либо файл, то есть сохраняет состояние своего проекта в «гит», система запоминает в каком состоянии файлы и сохраняет ссылку на этот снапшот. И если файлы не подверглись изменениям, то «гит» не записывает их вновь, а только подставляет в поток ссылку на предыдущую версию файла, который остался без изменений. Большинство операций в «гит» проистекают локально, и для них достаточно файлов и ресурсов, которые хранятся у вас на компе. Если вы до этого работали с централизованной системой, то первое время вам будет казаться, что даже сам «флэш» пишет на «гит», из-за того, что вам более не придётся протормаживать, ожидая ответа с сервера. Короче, можно даже пережить время отсутствия интернета, используя доступ к «файфаю», только чтобы запушить проделанную работу. В «гите» для всего вычисляется хэш-сумма, и только потом происходит сохранение. Если не заморачиваться, то это такая длинная цепочка из чисел и литр, которая нужна для уникальной идентификации файла и его содержимого. «Гит» сохраняет все объекты в свою базу данных не по имени, а по хэш-сумме содержимого объекта. Данный функционал встроен в «гит» на самом низком уровне, и ты будешь натыкаться на них постоянно, потому что «гит» использует их повсеместно. И это часть «гит-философии». Практически все действия, производимые в «гит», только добавляют новые данные в базу. Очень сложно заставить систему полностью удалить их без следа или сделать что-то, что нельзя потом отменить. А при регулярной синхронизации с удалённым репозиторием, потерять свои данные становится задачей совсем нетривиальной. Это превращает «гит» в поле безбоязненных экспериментов, потому как какую бы дичь ни творил юзер, как правило, это можно откатить обратно. У «гита» есть три основных состояния, в которых могут находиться файлы. Это «modified», «staged» и «committed». «Modified» означает, что в файл были внесены изменения, и он уже не тот, что раньше. Однако с точки зрения «гита» более с ним ничего не сталось. То есть он не был ни проиндексирован, ни отправлен в базу. Просто внесли изменения, и гит об этом узнал. «Staged» говорит о готовности файла быть включённым в следующий коммит. Что-то вроде «зала ожидания», где гит уже выдал файлу билет с плацкарт, свежее бельё и чай, и подготовил к отправке в базу данных. «Коммит» — это, собственно, сама отправка в базу данных для безопасного хранения. Это подводит нас к трём основным зонам гит-проекта. «Git Directory», «Working Tree» и «Staging Area». «Git Directory» — это место, где гит хранит метаданные и базу объектов всего проекта. Это самая важная часть гит, и это именно она копируется при клонировании репозитория с другого компьютера, или центрального репозитория. «Working Tree» — это одиночная репрезентация версии проекта. Файлы для неё распаковываются из сжатой базы данных гит, где эти файлы хранятся. И ты получаешь их прямиком на свой жёсткий диск для последующей работы с ними. «Staging Area» — это файл, в который записывается информация о том, что же попадает в следующий коммит. Своего рода сборник изменений, которые будут зарегистрированы по следующей операции. «Коммит». Так, как же выглядят основные шаги в работе с гит? Ты вносишь изменения в файлы в своём «Working Tree», затем ты добавляешь свои изменения в «Staging Area», и по команде «Commit» эти изменения сохраняются в твой «Git Directory». Если ты хочешь подробностей или всегда хотел изучить гит, то загляни в описание под роликом. Конечно же, такой замечательный инструмент, как гит, не мог не произвести на свет сервисы, позволяющие хранить исходный код онлайн, над которыми могли бы работать как одиночки, так и огромные артели разработчиков. И в 2007 году четыре паренька – Престон Вернер, Крис Ванстрадт, Скотт Чейзен и Пи Джей Хайетт – объединились с целью создать GitHub. И есть подозрение, что именно GitHub и помог сделать гит мейнстримовым инструментом. Поскольку все четверо сооснователей были разработчиками на Ruby, то слух о прикольной поделке быстро разнёсся по Ruby Community. И в частности, после того, как сам фреймворк Ruby on Rails перешёл на GitHub, за ним же последовало и сообщество. Справедливости ради скажу, что GitHub – это не единственный сервис такого рода. Есть, например, ещё GitLab или BitPacket, но именно GitHub, помимо того, что он является крупнейшим, обладает также и интересной историей, и даже целым романом с компанией Microsoft. Например, один из сооснователей GitHub, Престон Вернер, ушёл с поста генерального директора из-за обвинений в буллинге и неких событий, вошедших в отчёт как ненадлежащие процедуры рассмотрения жалоб, что как бы характеризует. Но так или иначе, история продолжается, и следующий внезапный поворот случился благодаря компании, которую считали самым наименее возможным кандидатом на поддержку опенсорсного Git. И этой компанией была внезапно Microsoft. Несмотря на то, что у неё уже имелся конкурирующий с Git продукт VCSTFVC, и Стив Балмер как-то обозвал Linux раковой опухолью, в мире больших денег не до мелких дрязг и собственного мнения. Поэтому в 2012 году Microsoft постепенно начинает заигрывать с идеей захвата новой территории и довольно весомо помогает с библиотекой LibKit 2, в которую входят инструменты для разработчиков, значительно улучшающих жизнь последних. В 2013 году Microsoft и вовсе включает Git в свою Visual Studio, а с 2014 года новый исполнительный директор решает отменить преследование тех, кто не использовал в работе родную майкрософтскую систему контроля версий, и в 2015 вообще нанимает на работу одного из ключевых катрибьюторов Git. Начиная с 2017 года, почти вся внутренняя разработка в Microsoft ведется с помощью Git. Причем здесь GitHub, спросите вы? Июнь 2018 года. Microsoft покупает GitHub за 7,5 миллиардов долларов, таким образом получив под свое волосатое крыло крупнейшую базу кода на этом бренном камешке. Поначалу многие думали, что Microsoft ведет себя как отец-миллионер, вместе с футбольной формой покупая своему сынишке целую команду, где тот сможет играть. Но летом 2021 все стало немного более очевидно. 29 июня 2021 года свет увидел GitHub Copilot, алгоритм искусственного интеллекта, разработанный для GitHub компании OpenAI, в которой у Microsoft тоже есть свой интерес. GitHub Copilot призван, как очевидно из названия, быть вторым пилотом для программиста, помогать писать код, указывать на очевидные ошибки и прочие полезные штучки-дрючки. В официальном каменнике говорится, что Copilot был обучен на миллиардах строк из публичных репозиториев GitHub. Однако, как бы мы узнали, если бы его тренировали на приватных репозиториях? На данный момент это остается загадкой. В любом случае, после такого заявления процент граждан, утекающих из GitHub немного подрос. Я уверен, что это не последнее использование Git и GitHub компании Microsoft, потому что история их соприкосновения показывает, что у Microsoft на них есть далеко идущие планы. Не забудь поставить палец вверх, подписаться на этот канал и включить все уведомления, чтобы я держал тебя в курсе. До связи!